До 2035 года, прямая трансляция Вашей. ...панельной сессии сегодняшней, для того, чтобы отфиксировать то, что мы здесь наговорим, так сказать, на этой панельной сессии. Но это, если в качестве шутки, если серьёзно, конечно, надо отметить, что наша задача не говорить о ценах и не влиять на цены. Вот те люди, которые здесь на панели присутствуют, которые работают на рынке или являются регуляторами в странах своих, наша задача не говорить о конкретных ценах и не ставить задачу достичь конкретной цены. Мы всегда исходили из того, когда заключали соглашение и сделку в рамках стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК, задача стояла сбалансировать рынок. Об этом вчера говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на основной панели, которая состоялась. Он также назвал приемлемые цены, которые устраивают нашу страну и при этом обозначил также очень чётко, что наша задача – это балансировка рынка, балансировка спроса и предложения и возврат инвестиций в отрасль. Для того, чтобы отрасль чувствовала перспективу, отрасль занималась вложением инвестиций, особенно при растущем спросе, который мы сегодня наблюдаем на рынке. Уже не первый год спрос очень высокий, поэтому, конечно, мы должны стремиться именно к достижению таких показателей. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, по прошествии уже одного года и девяти месяцев с момента начала работы в этом направлении, совместных действий, мы практически достигли результата, и рынок на сегодняшний день сбалансирован. Что отмечается такими показателями, как снижение остатков коммерческих запасов в странах ОСР, в принципе, тот показатель, за которым мы следим ежемесячно. И эти остатки снизились ниже среднего пятилетнего уровня, при этом последние несколько месяцев они находятся примерно на одном и том же уровне. Это означает, производится столько нефти, сколько потребляется в мире. И, конечно, что касается формирования цены, особо хотел бы отметить, на сегодняшний день на первый план выходят именно неопределённости, которые сегодня существуют на рынке и которые оцениваются рынком. Неопределённости, связанные с односторонними введениями санкций относительно стран, неопределённости, связанные с Ираном, с теми решениями, которые могут быть приняты в ноябре месяце относительно Ирана, неопределённости, связанные с торговыми войнами. Мы каждый день видим сообщения, в том числе двух крупнейших экономик мира, о том, какие ограничения вводятся в торговле и пошлины, и какие могут быть следующие действия вводиться. И вот эти, конечно, неопределённости, они на сегодняшний день, так сказать, очень сильно влияют на фундаментальные показатели баланса спроса и предложения и очень сильно реагируют на цену. Поэтому я не стал бы говорить о том, какая цена должна быть на сегодняшний день. Она, на мой взгляд, на сегодняшний день учитывает очень большие неопределённости и риски. И в этом смысле рынок не очень ещё, так сказать, сбалансирован не с точки зрения спроса и предложения, а с точки зрения формирования цены на базе фундаментальных показателей. Ваше превосходительство, Халид Аль-Фалих, на прошлой неделе президент США высказался против ОПЕК, сказал, что вы грабите весь мир. Не знаю, как вежливо мне выразиться в данной ситуации. Я просто цитирую слова президента США. Вы действительно грабите весь мир? Вы согласны с таким заявлением? Спасибо, Энн Мари. И я тоже со своей стороны хотел бы поблагодарить своего друга, своего партнёра, господина Александра Новака, за то, что он организовал это мероприятие. Уровень организации очень высокий. Он собрал нас всех, всех игроков в одной комнате, чтобы мы поговорили об энергетике. И, конечно же, в данной ситуации для нас очень важны потребители. Это один из стейкхолдеров. И мы, конечно, всегда прислушиваемся к потребителю. Я общался и с развивающимися странами, и с развитыми странами. Я их заверил, что мы будем обеспечивать необходимые поставки энергоносителей. Для этого потребуются скоординированные действия со стороны нефтедобывающих стран. Как известно, мы со своей стороны пытались вернуться к уровню запаса 2014 года. И в апреле-май этого года мы видели волнение по поводу Индии. Я со стороны Соединённых Штатов и лично президента Трампа слышал определённые высказывания. Примерно в середине года мы внесли некоторые изменения. В июне было принято решение о том, чтобы внести некоторые коррективы в добычу. В результате запасы, которые до этого падали, начали расти. И сейчас у нас 35 миллионов баррелей составил прирост в странах ОСР. Это циклическое явление. Особенно в США мы видим рост запасов в третьем квартале года, что довольно удивительно. 25 миллионов. И в то же время, как вы сами сказали, цены продолжают расти. И мне кажется, это доказывает, что здесь всё зависит не от фундаментальных причин. Но прямо сейчас прямая трансляция заседания правительства. Спасибо. Спасибо.